Всем привет! Сегодня у нас 13 июля. Начинает поспевать такой ранний сорт нектарина Суперквин. Дерево у меня растет четвертый год. Третье плодоношение. Плоды с каждым годом крупнее. В моей коллекции сорт самый ранний. Самый раньше поспевает. Получается, многие спрашивают, где растет регион. Полтавская область, город Кременчуг. Я выращиваю нектарины, персики, черешня, яблоки, груши, некоторые виды аучи, дипоидные сливы. В селе за 25 километров отсюда, от города. Это все выращиваю в городе. Тут теплее. Если в Кременчуге там 25 морозов, то в селе у меня 30 морозов. То есть вот так. Раза в 5-6-7, там холоднее все равно. И там ветер с севера постоянно с реки дует. Я сначала там решил посадить, но потом перенес все нектарины и персики себе сюда, в город, домой. Так, что я могу сказать за сорт? Сорт крупный. Плоды крупные. Вот висят. Плоды очень крупные у него. Сейчас будем вважить, сорвем, посмотрим. Сорт вкусный. У него такая белорозовая мякоть. Вяжется хорошо. Подмерзаний за 4 года как бы я не видел у него. Мороз был у нас самый выше, самый ниже точнее, 26 мороза до 27. Тут он у меня в затяжке растет. Тут идет бетонный забор. Можно сказать даже, не забор, а гараж. И с юга постоянно сюда светит. То есть тут до стены дотрагуюсь. Сейчас уже 8 вечера, а стена горячая. Тут будет до 12 еще тепло и тепло. Сорт обычно поспевает 15-20 июля. В этом году он пробует некоторые плоды мягкие. Вот он начал уже поспевать. Очень рад. Вот если сравнить нектарин Харблэйс, он еще зеленый висит. Он даже еще размер не набрал. Он только-только что-то там начал где-нибудь там окрашиваться. Так же само нектарин. Вот сейчас покажу. Ай-яй-яй-яй-яй. Чуть не упал. Это Рэджун. Тоже он еще зеленый, как бубен. Вот нектарин. Нектаря 4 тоже зеленый. Тоже вот он висит, тоже зеленый. Нектарин Лова. Тоже зеленый еще. А вот мой самый любимый сорт нектарин инжирный донат. Это на жарделе. Он в этом году раньше поспеет. Я думаю, через недельку-полторе он уже будет готов. Потому что на миндале у меня или на манчжурском, я не помню, он еще чуть-чуть другого цвета. Этот уже прям такой, как будто готовый. Ну, еще пробовал твердоватый донат. Очень вкусный, красивый. Офигенно. Наверное, за него позже сниму. Так. Перейдем к нектарину Суперквин. Такие вот плоды висят. Вот и внизу висят плоды. Вот я триммером косил, камень попал, влупил, решил не срывать, то затянуло, как хорошо. Так, давайте сорвем же, слажем, попробуем, что он на вкус. Как он держится, я не помню уже. Одной рукой же неудобно, е-мое. Так, а дым есть. Так. Ну, в руке такой, это он нормальный размерчик. В руке два нектарина, то и не помещаются, можно сказать. Интересно, что за вес. Грамм, наверное, 170, может, 180. Так, сейчас еще сорву. Этот положу. Опа. Где-то не сильно крупный был, мягкий. О, мягенький. Он же мягенький, он уже спелый. Вот такой нектарин. Так. Так, давайте посмотрим, какой же у него вес у этого нектарина. Включаем. 185 грамм. Отличный вес для раннего, то есть, еще все зеленое, все нектарины зеленые. Оно тут. 195 граммов, по 200 грамм. Но это крупные такие самые. Вот средний размер. В том году такие были средние. 150. 150. 115. Сейчас еще сорвем. Так, еще сорвал. Вот пару штук. Посмотреть. 165. О, и 200 грамм. Такие красавчики. Такие красавчики. Сейчас запах есть. Он пахнет классно. Ароматный сорт. Запах очень хороший. Дерево подходишь не сильно слышно. Вот если до доната подходишь, что там вообще такой запах идет. Очень слышно. А к этому дереву подходишь, сильно запах не слышно. Но когда нюхаешь, то запах очень приятный. Так, сейчас я выключусь, разрежу. Так, вот такая вот у него белая мякоть. У перезревших плодов она с розовинкой. То есть на солнышке. Он перезревший плодов, она розовая. Ой, пахнет как хорошо. Такой сорт. Ранее. Думаю, что он не средний ранний, а ранний сорт. Именно ранний. Потому что из всех нектаринов он самый первый у меня поспевает. Сейчас попробуем. Сочный сорт. Сорт сладкий в меру. Не такой, как инжирные сорта. Прям сладкие. С приятным, очень сильным ароматом таким присущим нектариновым сортам. Кислоты мало. Хороший сорт, очень вкусный. Мякоть хрящеватая. Такая чуть-чуть. Или волокнистая. Ну, что еще? Сочная. Классная. Кто попробует, я думаю, понравится. На этот срок созревания на 13 число, то это просто бомба. И размеры, вес на базар сейчас вынеси. С руками и ногами оторвут. Ну, естественно, если будет цена не сильно высокая. Если там 80 рублей его продавать, то, конечно, это только такие люди обеспеченные могут себе позволить. Если по нормальной цене его вынести, то улетит на раз-два. То есть у нас в магазине сейчас нектарины стоят по 34 рубля. Ну, конечно, качество чуть-чуть не такое, как вот этого. У этого такой видон, конечно. Да и на вкус запах хороший, отличный. То есть я думаю, что полтавская область, центр Украины, то он у всех будет нормально расти. насчет севера, не знаю, севера Украины, Чернигов, Житомир, как он у них будет. Это надо пробовать сажать. Где-то более такие места, чтобы не на ветре, чтобы ветер его не задувал. Потому что персик не сильно любит зимой ветра, могут почки вымерзать. В затяжке то растут все нектарины в моей области, в моем городе. что не пробовал, то в принципе все отлично. То есть, естественно, надо обрабатывать, надо поливать. Если не поливать, не обрабатывать, то качество плодов будет естественно намного хуже. Так что, такой сорт. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.